Когда в мире происходит какая-нибудь очередная хакерская атака, это, конечно, расстраивает определенных людей. Но некоторые умудряются делать на этом любопытные штуки. Так журналист Боб Фритц взял, да и прочитал абсолютно все e-mail, которые стали доступны после взлома сервера киностудии Sony Pictures. Таким образом, он в марте этого года издал весьма любопытную книгу. Как человек, который читал дневники Софьи Андреевны Толстой, я могу сказать, нет, читать личные вещи очень нехорошо, но крайне увлекательно. Мы попробуем обсудить, куда же катится этот киношный мир с человеком, который это знает лучше всех в Калуге. Это Илья Маклауд, наш дружественный видеоблогер. Илья, привет! Привет! Ну вот мы с тобой и встретились. Слушай, я как книголюб привыкла верить печатному слову. Но мне кажется, не все те позиции, о которых говорит Боб Фритц, они действительно истинны и актуальны. Ну, например, первый тезис. Фактор «Оскар» не важен. Ну, я согласен с этим. Так, обоснуй. Ну, я уже говорил об этом, то есть «Оскар» это весьма очень разрекламированная, но все-таки национальная кинопремия. То есть это очень-очень субъективный взгляд, там, по-моему, пяти, то ли шести тысяч человек это киноакадемиков, вот. И, собственно, поэтому как бы вот ориентироваться на это всему миру, может быть, стоит, но опять же в какой-то вот степени, как, наверное, на коммерчески успешное кино, а как на хорошее кино, ну, на любителя обычно. — Слушай, у меня сразу такой вопрос. «Оскар» — это штука, которая как-то монетизируется, или это просто вот лейбл, золотая этикетка, возможно, сказать, наш фильм взял «Оскар»? — Монетизируется в дальнейшем. Вот можно просто любую афишу взять, там, ну, не любую, но часто попадается на афишах, там, прямо так пишется. От лауреатов, там, от режиссера, да, премия «Оскар», там, главной роли, там, лауреат премии «Оскар», там, или номинант. Даже они номинацию умудряются продавать, то есть в этом плане. Монетизируется, естественно. Это престижная кинопремия, и, ну, тем не менее, я говорю, она все-таки национальная и субъективная, но поскольку у нас «Голливуд» во главе кинематографа мирового, то, ну, разрекламировано. — Если верить Бобу Фрицу, Дисней первыми заявили, все, на «Оскар» мы не ориентируемся. Мы снимаем попкорн-муви, мы снимаем семейные фильмы, вкладываемся в зрелище и спецэффекты, а вот этих вот серьезных драм, да ну их! — Да, нормальные явления, мне кажется. — Сейчас их прибыль в три раза больше, чем прибыль всех остальных киностудий. Но вот для меня, как для потребителя, все-таки фактор «Оскар», я бы не сказала, что это такая уж совершенно проходная история. Объясню, почему. Я не могу верить мнению зрителей, которые говорят, что «Елки», там, «Холоп» — это суперфильмы. Для меня то, что больше всего посмотрели, не значит, что хорошее кино. «Оскар» — это значит, что эксперты смотрели, оценивали, определяли лучшие стороны. Ну, то есть какая-то экспертная история. — Согласен. Здесь всегда вот есть такой дуализм, да, то есть мы об этом уже тоже неоднократно говорили, что есть как бы кинозрители, есть кризики. И очень часто даже вот любой фильм, если рассматривать, там открыть какую-нибудь статью, ну, где-нибудь в Википедии, например, там часто пишут, что критикам фильм понравился, зрителям не понравился, или наоборот. Ну, вот это всегда так происходит. То есть это смотря на что ориентироваться. С одной стороны, если взять, например, какой-нибудь список того же там «МДБ», да, или «Кинопоиска», там, как правило, достаточно оскароносных фильмов, вот вверху списка очень много. Ну, и, как правило, всё-таки считается, что если этот фильм получил премию «Оскар», не техническую, а какую-нибудь всё-таки творческую номинацию или, собственно, уже премию, то этот фильм, как минимум, неплохой. То есть пожалеть как бы о просмотре, ну, вряд ли получится. Что касается вот именно аудитории, когда смотрят большое количество людей, соответственно, фильм получает большое количество денег на сборах, на миллиарды и прочее, тоже такая тема. Многие люди просто привыкли ориентироваться тоже на мнение, говорят, ну, не может же большинство ошибаться. Ну, многие так думают, на самом деле я так не считаю, но люди смотрят там, вот, ёлки-холопы, говорят, ну, все же смотрят, и я посмотрю. Это, ну, к сожалению, тут такой зарабатывает, наверное, стадный инстинкт, как бы уничижительно это не звучало, но как-то вот так. Про стадный инстинкт. Мне очень понравилась фраза, которую ты сказала на прошлой неделе, о том, что перестали снимать, ну, в данном случае, комедии для нормальных взрослых людей. Да, да. Все ушло в поджанры, семейные, романтические и так далее. А с другой стороны, вот если мы подумаем с точки зрения киностудии, вот мы с тобой, как взрослые люди, киностудиям особой выручки не сделаем, потому что если человек семейный, ему надо найти, с кем оставить детей, пока он пошел в кино. Но, опять же, у взрослого человека нет более ценного ресурса, чем его время. И если он приходит на кота в мешке, да, на какой-то неизвестный, да, там, авторский фильм, инди-драму какую-нибудь, ну, рискованная история. И поэтому киностудии вот на серьезных фильмах, на драмах или на комедиях для взрослых людей могут потерять большие деньги. Да. Это проблема. Это проблема, да. Но, с другой стороны, тут, опять же, все время есть, скажем так, ну, если это нормальные киностудии, да, то есть у них такой большой бизнес-план, там, на год расписан и так далее. Они обычно делают следующим образом. То есть, ну, тот же Disney, они продают, с учетом того, что они сейчас немножко поменяли политику, но, допустим, возьмем какую-то студию, которая, ну, похожа на Disney в плане, там, старая какая-нибудь, Universal, да? Так. Вот. В их понимании, то есть, скорее всего, как это выглядит, действительно, проще снять фильм для широкой аудитории, чтобы, соответственно, пришли зрители с семьями, с детьми, да, чтобы у них не было проблем. Такие, пойдем, пойдем, ребенка возьмем с собой, все нормально и так далее, и так далее. Вот. И собрали большую кассу. Возможно, не получили никаких, ни номинаций, ни какие премии и так далее. Но, по-хорошему, для бизнеса, и это тоже правильно, о чем я тоже говорил уже, надо снимать и другие фильмы, чтобы премии-таки получать, чтобы, опять же, на афишах где-то можно было писать о том, что у нас премия, мы вот взяли премию, у нас там премия за лучший фильм, у нас номинация на лучший фильм. То есть, надо делать и то, и то. Ну, понятно, что, главное, это всего деньги, как всегда, сборы, самое главное. Но вкладываться в фильмы, которые, ну, скажем так, скорее всего, оценят аудиторию профессионалов, кинокритиков или коллег, да, вот в данном случае, насколько я помню, киноакадемия американская состоит в основном из бывших лауреатов премии «Оскар». То есть, это как бы тоже важно. Поэтому, как бы, и вкладываться и туда, и туда. Ну, вот у Боба Фритца я прочитала мысль, которая показалась мне очень парадоксальной, что фильмы с низким и средним бюджетом, они могут оказаться в финансовом плане гораздо более провальные, чем фильмы с высоким бюджетом, но которые провалились. Почему? Потому что, если проваливаются низкобюджетные фильмы, они проваливаются полностью. Ну, допустим, фильм за 40 миллионов, такой, среднебюджетный, если он проваливается, студия может потерять там 38 миллионов, а там за 130 миллионов он все равно за счет там трейлеров, спецэффектов и так далее, зрители все равно придут, ну, может быть, не так, как ожидали, но 70 миллионов, допустим, студия заработает. Все верно. Там дело в том, что тут провал, надо понимать, что такое голливудские провалы, да, это немножко, ну, не то, о чем мы привыкли говорить, там, не знаю, на математике на той же, да. То есть, действительно, если фильм стоил, например, 40 миллионов, зарабатывает 38, это да, это полный провал, вот. Если фильм, например, стоил 200 миллионов, вполне себе такой огромный бюджет уже по голливудским меркам даже, да, но зарабатывает на этом, например, 350, да, то есть, вроде что-то он заработал, там надо, опять же, вычесть там маркетинг, там, не знаю, посчитан, не посчитан был в виде 200 миллионов и так далее. Права в голливудские, это значит, что, типа, фильм не собрал, сколько планировали. То есть, не значит, что он не собрал совсем, не значит, что он не покрыл производственный бюджет, не значит, что на нем ничего не заработали. Это значит, что он не заработал столько, сколько планировали. Например, вот, ну, что грехотаете, опять же, возвращаемся к Диснею, у них очень часто, ну, как бы, у них вот планка миллиард надо взять, да, это уже такой показатель, это прям хит и так далее, и так далее, берем миллиард. Получается не всегда, вот, и зачастую, как бы, они расстраиваются, они говорят, ну, нет, ну, мы миллиард планировали, да, им говорят, ну, 800 же миллионов, это же тоже хорошо, они говорят, ну, вот. Нет, все равно плохо. Дисней, это тоже интересная история, потому что Боб Фридс пишет о том, что они радикально поменяли свою модель в нескольких планах, отказ от Оскара, от ориентации на Оскар, отказ от обязательности соблюдения сроков релизов, они были первыми, когда их менеджер сказал, что никто не запомнит, что мы выпустили фильм вовремя, но все запомнили, что это был плохой фильм. И третий момент, они стали скупать другие студии и абсолютно не вмешиваться в то, что они делают. Pixar классно рисует мультики, хорошо, мы не требуем от них сценарий, мы не требуем от них плана, мы абсолютно туда не вмешиваемся, в эту историю, да, там, они разбираются в «Звездных войнах», окей, мы туда тоже не лезем. Вот эта история с делегированием полномочий в творческой среде, говорят, что у Диснея эта история уникальна, хотя с точки зрения бизнеса это нормально. У них это уникально, но они, я сейчас объясню, у них тоже, если брать про «Звездные войны», например, про те же самые, я просто напомню, был такой фильм, назывался он «Джон Картер». Это кандидатской книги, да, кстати говоря, вот, и он дико провалился, причем провалился прям вот, прям совсем, с учетом огромного бюджета, он провалился в минус. Они что-то там в итоге добрали, но добрали там в течение очень огромного срока, то есть то ли полугода, они как-то закрыли вроде производственный бюджет, но это привело к тому, что у них, во-первых, уволился глава студии тогдашней, вот, и после этого вот они прям зареклись, говорят, мы больше про космос снимать ничего не будем, мы ничего не понимаем, поэтому давайте вот покупаем, значит, Марвел, пусть они «Мстажа Галактики» снимают, покупаем «Лукас Фильм», пусть они «Звездные войны» снимают. То есть вот люди разбираются, да, действительно в космосе, мы не знаем, мы вот что-нибудь другое будем делать. Хотя, с другой стороны, у Пиксара они учатся, да, то есть они проходят обучение, говорят, дайте кому тоже. Нет, это все нормально, потому что если у тебя есть активы, ну это как, это старая добрая пословица «не клади все яйца в одну корзину», они действительно пытаются как бы понять-то бизнес-модели и так далее, то есть и продюсеры у них тоже, там, они как бы вроде присутствуют всегда в титрах, если смотреть, там есть продюсеры, студии Disney, есть продюсеры, там, студии той же Марвел. Ну вот «Оскар» ведь за лучший фильм получают именно продюсеры. Да, да, ну создатели. Ну там за лучший фильм, да, там продюсеры, да, потому что они выбирают, что показывают, что не показывают, что снимают, что не снимают, да. Ну это достаточно уникальная с одной стороны история, с другой стороны, вот я говорю, они же просто набили шишки на этом, на всем, и уже понимают, что, ну, а что делать, то есть нам же все-таки нужно, у нас же бизнес, мы же не получаем субсидии какие-то, вот, у нас же свои деньги мы вкладываем, поэтому, конечно, они, ну, понимают, что вот есть, ну, «Звездные войны», насколько я помню, там один всего провальный фильм был, вот за все время, и то это был, кстати, вот, не эпизод, а именно «Хан Соло», вот сольный фильм был про него отдельный, вот, он, да, он там что-то провалился, ну, точнее, как, опять же, по-голливудским меркам провалился, не дособрал, вот, поэтому они, как бы, были уверены, что почему нет, мы сейчас возьмем, там, как бы, все будет хорошо. Ну, и в завершение давай попунктируем, коснемся вот какой проблемы. Крупные режиссеры, хорошие именитые режиссеры, их больше не может потянуть Голливуд, и они уходят в стриминговые сервисы, как, например, Мартин Скорсезе, никто ему не мог дать такого количества денег, которое ему хотелось, а Netflix сказал, на, держи тебе мешок в 140 миллионов. Снимай, да, это не покажут в кино. Ну, как бы, как тут объяснить, это, наверное, своего рода, просто это уже было, это вот, как говорят, что история по спирали развивается, это уже просто было в свое время, да, то есть, когда был золотой век Голливуда, ну, примерно, это, по-моему, если память не изменяет, до начала 70-х годов, то есть, вот, он длился, да, то есть, что такое золотой век Голливуда, если кто не знает, это, скажем так, тогда, когда люди массово входили в кино, а телевидение еще не было развито, снимались фильмы, вот, ну, скажем так, именно студийные, вот, и студии действительно там вот прям все пробовали и то, и другое, творчество, и тогда в начале 60-х, например, космическая тема была затронута, она, ну, она все 60-е шла, вот, а в какой-то момент телевидение отхватило огромный кусок аудитории, то есть, более того, киностудии сами стали работать на производстве сериалов, которые крутили по телевидению, вот, и после этого, где-то в 70-е небольшой был кризис, и он, и вот в этот момент началось перестроение. Тогда, я напомню, в 75-м году появились, появился фильм «Челюсти», Спилберг снял, в 77-м «Звездные войны» появились, и появилась вот эта вот тема, что давайте мы давать деньги режиссерам, скажем так, когда все-таки не говорим, что вот это, наверное, снялась студия там, Дисней, да, а снял режиссер такой-то, да, сделали ставки на, ну, такое, наверное, не в нашем понимании авторского кино, но в понимании тогдашних времен, вот, а сейчас, ну, вот опять у нас как бы все в студии вроде как ушло, да, то есть вроде как конвейер такой огромный, но вот появляется новый игрок на рынке, на кинорынке, да, стриминговые сервисы. Главный вопрос. Откуда у них этот мешок денег? Потому что если я вбиваю в поисковике, ну, допустим, сериал «Тьма» смотреть онлайн, я спокойно смотрю онлайн, не платя ни копейки только своему интернет-провайдеру. На чем они зарабатывают? Ну, это, скажем так, у нас, видимо, такая страна в этом плане, да, ну, мы привыкли... Хорошая страна, да, хорошая страна. Я имею в виду, у нас не сложившаяся практика платы за контент, к сожалению, да, то есть это я никак не оправдываю. Ой, прям к сожалению. Ну, я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, вот, к примеру, да, то есть в основном Netflix, они зарабатывают деньги все-таки на подписках, то есть они не продают как таковые фильмы, то есть они продают подписки. У нас вроде подписочный сервис сейчас вот только-только начался, да, то есть вот там ОКО, ИВИ, да, то есть это, соответственно, там Кинопоиск, Кожди, они, у них можно купить, грубо говоря, там, обычную подписку, там, и подписки, там, какого-то продвинутого уровня, да, чтобы получать, там, возможность доступа к новинкам, доступ к новинкам, там, там, в более хорошем качестве, если там аппаратура позволяет смотреть. То есть, в принципе, у нас сейчас это только начинается, вот, а, допустим, тот же самый Netflix, это достаточно старые же компании, как ни странно, то есть они начинали с прокатов кассет даже, то есть они как-то... Они начинали с того, что руководитель сервиса крайне расстроился, что ему пришлось платить штраф за то, что он просрочил видеокассеты в видеопрокате, решил, все, я уничтожу это. Вот, ну, я имею в виду, да, то есть они начинали просто с контента на кассетах, вот, но в итоге, да, то есть эта идея, она вот у них, как бы, переросла в то, что, как бы, рассылаем просто вот, человек просто платит деньги, а мы вот новинки ему отдаем, и пусть там смотрят, не смотрят, ну, то есть прислали просто человеку кассеты. То есть они живут за счет того, что на них подписываются там, в тех странах, где закон о авторских правах были серьезны. Ну, нет, на самом деле, тут опять же есть культура потребления, вот, как ни странно, вот, не хочется туалекой махать, да, но вот за океаном наши американские друзья, то есть они, в принципе, платят нормально, то есть у них вообще, у них немножко другая культура, у нас вот, например, молодежь, как я, насколько я знаю, да, становится в своей массе, она от телевидения вообще отказывается, то есть мы смотрим только там, сидим в интернете и так далее, и так далее. Ну, кроме программы «Утро первых», естественно. Конечно, вот, но по большому счету, вот в Америке у них немножко ситуация другая, там все-таки они смотрят, они покупают эти подписочные сервисы, даже смотрят на мобильных устройств и так далее. Просто так удобнее во многих, ну, скажем так, вот, у нас люди просто немножко, наверное, как-то хитрее, что ли, то есть вот нам проще, да, действительно там вбить что-то в Google, поискать, удостовериться, что этот сайт нормальный, никакие вирусы не пролезут и будут смотреть. Там народ не заморачивается, то есть там проще отдать, там, какие-то небольшие, наверное, по американским меркам деньги, да, и за что получить, как бы, доступ. Еще минус какой у нас вот, Netflix очень часто делают, мы же про него говорим, у Netflix очень часто они делают как? Они дают, вот, выходит сезон сериала, он выходит сразу весь, вот сразу весь. У нас еще процесс локализации не так быстро налажен, то есть мы еще ждем, пока там переведут, официальный перевод, там, или перевод какой-то, там, скажем так, любительской студии. Мы ждем, они переводят, ну, быстро, но не очень, и все-таки мы ждем. Поэтому, вот, если бы у нас был доступ сразу моментальный, возможно, бы это тоже подкупало бы пользователей, они бы оплачивали это все. Ну, я же говорю, мы только начинаем, вот, насколько я знаю, допустим, те же самые подписочные сервисы, там, Кинопоиск, ОК, ИВИ, и что там еще есть в России популярного, они как бы уже набирают обороты, они бы уже сдулись давно, но вот, работают. Но ты на них подписан? Да, я подписан на два, я подписан, собственно. Хорошо, ну, хорошо. Илья, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, и мы с тобой поговорили о кино. Но в любом случае, мы так или иначе заинтересованы, чтобы люди смотрели кино, чтобы нам здесь в утро первых было, что обсудить.